Накануне 9 мая мы продолжаем рассказывать о героях, которые день за днём приближали Великую Победу. К сожалению, с каждым годом свидетелей тех событий становится всё меньше и меньше. Но память о каждом ветеране бережно хранят их семьи. Вот орден славы и орден Отечественной войны. О своём покойном супруге Борисе Сорокине Клара Иосифовна готова рассказывать всегда. В годы Великой Отечественной он неоднократно сталкивался лицом к лицу со смертью. Будучи разведчиком, принимал участие в самых ожесточённых и кровопролитных боях. В биографии Бориса Николаевича битва на Орловско-Курской дуге, освобождение Белоруссии в операции «Багратион» и взятие десятков вражеских городов. Под Бранденбургом они стояли в обороне, и их было трое. Заряжающий, потом подносик мин, и уже непосредственно он. И вот неделю они держали эту оборону под этим городом. Немцы шли всю неделю. Они отбили семь атак противника. Уже заряжающий погиб. Подносик мин погиб. Он остался один. То есть он за троих уже в последний момент немцы отступили. Вот за этот бой его представили. Многих там представили награды, в том числе его, и он получил орден славы. После всех испытаний, выпавших на долю Бориса Николаевича, 9 мая для него всегда считался главным праздником. День победы ветеран ставил во главе всех остальных значимых дат. Уже почти три года героя нет в живых. Историю его подвигов супруга бережно хранит в этом альбоме памяти. 3 мая 1945 года война для него в этот момент все окончилась. Но война кончилась, но его не демобилизовали. Он еще два года после всех этих боев служил в Германии. Он был фоторепортером. Документы и фотографии, сохранившиеся с военных лет, теперь главная семейная реликвия. Вдова Бориса Николаевича Сорокина уверена, история его жизни еще долгие годы будет передаваться из поколения в поколение.